МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир СТВ продолжает новости. В студии Олег Степанюк. Здравствуйте. В Беларуси сегодня вступила в силу конвенция о правах инвалидов. Она носит как национальный, так и всемирный статус. Напомню, в сентябре минувшего года Александр Лукашенко подписал международный документ в Нью-Йорке. Таким образом, страна присоединилась к глобальной программе по защите прав людей с ограниченными возможностями. Национальный план прошел общественное обсуждение и теперь имеет четкие задачи. Особое внимание активному участию инвалидов во всех сферах жизни. В том числе продолжится работа по созданию безбарьерной среды. Более эффективно планируется проводить реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Тем временем в Беларуси появились первые курсы 3D-графики для глухонемых. Примечательно, что создал их слабослышащий парень. Усилие это стоило немалых, ведь первоначально язык жестов никто из преподавателей не знал. Им приходилось объяснять материал письменно. Но вот как сегодня обстоят дела в нашем следующем материале. В аудитории, в которой не слышно ни звука, идет оживленная беседа. Здесь буквально на пальцах объясняют основы 3D-графики. Преподаватель Максим говорит со своими студентами на одном языке – языке жестов. Обычно инвалидам по слуху сложно найти работу. Фирмы не слишком хотят брать людей с особенностями. Многие глухие видят свою судьбу только на заводе. Современные технологии дают нам дополнительный шанс. Я думаю, что нужно показывать людям, что возможности для самореализации есть. В прошлом необычные слушатели, сегодня профессиональный лектор. В IT-школе с улыбкой вспоминают, как все начиналось. Когда глухой парень пришел сюда, чтобы записаться на курсы 3D-моделирования, все были в легком замешательстве. Как читать лекции, если студент не слышит? Оказалось, что процесс обучения в 21 веке можно построить и с помощью мессенджера. Он был как губка, знаете, которая впитывает в себя все. Ему было все интересно. То есть все, что не показываешь – анимация, текстурирование, модели. Максим сейчас абсолютно не уступает, скажем так, любым 3D-моделерам, которые работают на большие крупные компании. Максим убедил руководство школы, что нужно открыть постоянный курс 3D-графики для инвалидов по слуху. Группа собралась быстро. Уроками заинтересовались даже в других странах. Со временем обучение из аудитории может перейти в онлайн. Максима знаю со школы. Он всегда был амбициозным парнем. И этим он меня вдохновляет. Раньше я пытался изучать 3D самостоятельно, но это тяжело. Макс же умеет все понятно объяснить. Не как в книжках, а через свой опыт. И у меня начало получаться. Мама показала мне ролик о том, что открываются 3D-курсы. Я тогда подумала, что это очень сложно. Ну вот, я уже сама делаю шахматы, объемные снежинки. Мне нравится создавать разных персонажей. В будущем хочу стать разработчиком компьютерных игр. Сейчас все больше вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, можно найти в IT-сфере. А это и достойная заработная плата, и карьерный рост, и возможность чувствовать себя наравне. Дарина Михалевич, Антон Филанович, телекомпания СТВ. Поздравление для Беларуси с Новым годом из космоса. Его прислал наш соотечественник Олег Новицкий. Командир Международной космической станции пожелал белорусам космических успехов во всем и огромного земного счастья. Напомню, накануне старта Александр Лукашенко направил Олегу Новицкому телеграмму, в которой выразил особую признательность за то, что космонавт не забывает о своих корнях, о Беларуси. Олег Новицкий – уроженец Червеня Минской области. И нынешняя экспедиция – его второй полет в космос. Корпус реактора прибыл на белорусскую АЭС. Конструкция весом более 300 тонн и высотой в 13 метров изготовлена в российском Волгодонске. Прежде чем прибыть на конечную точку маршрута, изделие проделало непростой путь. Так вначале корпус реактора по воде доставили из Волгодонска в Нововоронеж. Сердце энергоблока провело в водном путешествии 20 дней. Кстати, этот отрезок пути стал самым сложным. Двигаться приходилось против течения практически со скоростью пешехода. Слишком обмелела река, и путь прокладывали буквально метр за метром. А вот перегружали 300-тонный корпус с баржи на землю 8 часов. После Нововоронежа конструкция по железной дороге отправилась к белорусской границе. Трагическое ДТП в Турции. На севере страны упал в пропасть пассажирский автобус. Местные власти сообщают о пяти погибших. Десяткам потребовалась медицинская помощь. Причиной аварии стал снегопад, за которым последовал гололед. Из-за них водитель не справился с управлением и съехал с горного серпантина. Автобус совершал рейс местного сообщения, и иностранных граждан на его борту, как сообщается, не было. В Боливии проливные дожди привели к наводнениям сразу в пяти западных провинциях страны. Власти сообщают о восьмерых погибших. Потопленные дома даже в высокогорной фактической столице страны – Ла-Пасе. В провинции Качабамба пришлось эвакуировать тысячи сельских жителей. Дожди пришли сразу после сильной засухи, какой не бывало в этих местах уже четверть века. Два эти удара по национальной экономике – наводнение и предшествующая сушь – грозят стать для Боливии причиной исключительной силы кризиса. В Австралии полиция конфисковала крупнейшую в истории страны партию кокаина. На улицах Зелёного континента за этот наркотик предполагалось выручить четверть миллиарда долларов. Общий вес конфискованного кокаина – 1100 килограммов. Эта партия наркотиков была разделена пополам. Часть удалось отыскать на яхте в порту Сиднея, другую обнаружили на Фиджи. Арестованы по этому делу 15 австралийцев и новозеландцев. Сухая, безветренная и не по сезону тёплая погода стала причиной крайне высокого содержания в атмосфере испанской столицы ядовитых выхлопных газов. По этой причине в Мадриде на неопределённый срок введено ограничение на использование личного транспорта. Сегодня в город могут выезжать машины только с чётными номерами, завтра – только с нечётными, и так они будут чередоваться вплоть до снятия всяких ограничений. В центре Мадрида запрещена парковка для лиц, там не проживающих. А скорость на кольцевой дороге снижена с 90 до 70 км в час. Власти испанской столицы начали бороться с загрязнением позже, чем муниципалитеты Лондона и Парижа. А потому ситуация здесь сложилась много более тяжёлая. В мадридской агломерации зарегистрированы 4 миллиона автомобилей. Самый высокий на планете мост открыт для пешеходов и автомобилей на юго-западе Китая. Вантовый путепровод протянулся на высоте в 570 метров, что соответствует приблизительно высоте 200-этажного дома. Обошлось это сооружение в 150 миллионов долларов в пересчёте. Его длина без малого полтора километра. И стал этот мост частью скоростной магистрали соединяющей провинции Юннань и Гуйчжоу. В Нью-Йорке прошёл 10-й ежегодный день прощания с дурными привычками, название которого можно перевести как «день с катертью дорога». По улицам города колесили гигантские фургоны и мусороуборочные машины. Каждый желающий имел возможность заполнить анкету с указанием дурных своих привычек и черт характера, чтобы отправить затем этот бланк в мусор. Эффективность данного обучая спорна, однако популярность очевидна. Вдоль Таймсквер велась длинная очередь из желающих попрощаться со своими нерешительностью, грубостью, легкомыслием и так далее. Олег Романов, Телекомпания СТВ Белорусский общепит без табака. В ресторанах и кафе в наступающем году введут запрет на курение, за исключением специально отведённых мест. Таким образом, больше не будет залов для курящих и не курящих. Владельцы заведения общественного питания будут обязаны оборудовать зоны для поклонников табака. Кроме того, рестораторам предложат самим определять дрэкс-код для клиентов своего заведения. Предполагается, что встречать по одёжке начнут уже в 2017. Без лишних слов. Белорусам не придётся тратиться на СМС и звонки в расчётно-справочный центр и диктовать показания водных счётчиков. В январе это можно будет сделать через ЕРИП. Достаточно просто внести данные, и система автоматически покажет сумму. Подобная практика внедрена для упрощения расчётов за жилищно-коммунальные услуги. Новогодний благотворительный марафон продолжает своё шествие по стране. Акция «Наши дети» уже охватила тысячи белорусских ребят, которые в эти дни нуждаются в особом внимании. Так сегодня с поздравлением с наступающим Новым годом принимала большая семья Коноваленко из Шкловского района. В гости к ребятам вместе со своей семьёй приехал помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко. В этом детском доме семейного типа живут 8 детей. Пятеро из них, супруги Александр и Светлана, в разное время взяли на воспитание из обычных детских домов. Сейчас это большая и дружная семья, где не принято делить детей на родных и приёмных. Мальчишки вместе с отцом увлекаются шахматами и моделированием кораблей. А женскую половину объединяет любовь к кулинарии. Хозяйки приготовили для гостей большой сладкий стол со своими фирменными пирожками. Затем пришёл черёд подарков. Виктор Лукашенко привёз детям игрушки, сувениры и сладости. А семья супругов Коноваленко подготовила небольшое новогоднее представление со сказочным петушком в главной роли и, самое главное, праздничное настроение. Наша семья очень дружная. Все друг другу помогают в трудную минуту. Мы очень сплочённые. Походящий год нашей семье запомнился, во-первых, рождением нашей малышки. Она родилась летом, на летних каникулах. Все наши няньки были дома, поэтому очень вовремя. Мы всегда с удовольствием ездим в такие семьи. Для нашей семьи это уже стало хорошей, такой доброй традицией. Все наши детки это мероприятие любят. Все с удовольствием всегда приезжают. Самые маленькие ещё, может, немножко стесняются, но, тем не менее, для нас это, для нашей семьи, большое событие. Гуляния в новогоднюю ночь развернутся более чем на 28 открытых площадках Минска. Центральным местом, которое соберёт минчан и гостей столицы, станет по традиции территория у Дворца спорта. Там с 11 вечера до 4 утра пройдёт праздничный концерт. Ну а в половине второго ночи небо над новогодним Минском озарит красочный фейерверк. Он продлится 12 минут и будет хорошо виден со стороны улицы Старожовской, Тройского предместия, проспекта Победителей. Концертный марафон продолжится и на следующий день. Праздничная программа у Дворца спорта с 14 до 8 вечера. Также минчан ждут и во всех районах города, где тоже обещают не менее насыщенную программу. И на этом пока всё. Больше новостей найдёте по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирное видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 16.30. До встречи.